Всем привет! Я думаю, можно включать презентацию уже. Окей. Слушайте, пока они там настраиваются, давайте сделаем такую штуку. Я всех отмечу, кто поднимет руку сейчас. Готовы? Три, два, один, вперед! Нет, стоп. Три, два, один, вперед! Но второй У был не очень, но ладно. Скажите, кто знает хоть что-то о генетике, о биологии, о генетических алгоритмах? Три, четыре, пять? Собственно, это то, о чем мы сегодня будем говорить. Мы будем говорить еще про искусственный интеллект. О, супер! Окей, на самом деле у меня очень много слайдов и очень много чего я хочу сегодня показать, поэтому не будем терять времени. Оно не работает. Чик, чик. О, супер! Буквально два слова про меня. В общем, это моя аватарка. Если вы где-то такое увидите, знайте это, я к вам стучусь или вы ко мне стучитесь. По сути, моя жизнь разделяется на два периода, касающиеся IT. Вот такой красный сегмент – это программирование, системное программирование. Это программирование на CC++ и похожих языках. По сути, это были интерпретаторы языков, банкоматы, различные системы пополнения счета и так далее, и так далее. Чиповые карты, кстати. Вот это зеленая и синяя области – это, по сути, веб-юай. Вот весь веб-юай, которым я занимался. И сейчас, на текущий момент, я являюсь веб-юай инженером на софт-серве. Собственно, вот и все. Куда тут направлять? Окей, о чем мы сегодня поговорим? Значит, мы затронем такие очень большие темы, на самом деле. И я постараюсь не вдаваться в детали, потому что их просто огромное количество. Мы поговорим о эволюционных принципах, мы поговорим про генетический алгоритм, мы поговорим про то, как можно создать artificial intelligence, не затрагивая нейронные сети, о которых обычно все знают и все вспоминают. Мы посмотрим демо с видео. Надеюсь, видео будет работать. Я расскажу вам про свои эксперименты дома по этой теме. И я покажу вам все результаты, которые, собственно, мне удалось получить в этих экспериментах. Собственно, какие у меня цели? Цели у меня простые. Во-первых, у меня есть персональный интерес. Мне самому это интересно. Собственно, это основной двигатель прогресса. Во-вторых, я хочу создать комьюнити вокруг этих вопросов, вокруг эволюционного программирования и вокруг генетического алгоритма в частности. Также я бы хотел расширить текущий тим, который есть, чтобы увеличить количество людей, которые все это будут программировать. Собственно, создать одну из форм artificial intelligence. И это уже зависит от того, сколько компьютеров будет вовлечено, сколько людей будет вовлечено и так далее. Сколько денег будет вовлечено. Вся эта работа последующая, все то, о чем я буду рассказывать, оно основывается на предположениях. Мы имеем два предположения. Первое предположение это то, что в принципе artificial intelligence, один из вариантов, можно получить с помощью компьютерного кода. То есть вы можете написать какую-то программу, которая будет себя вести очень похоже, как мы или еще круче. Второе предположение это то, что этот процесс, он последовательный, инкрементарный и медленный на самом деле. То есть мы имеем более примитивную форму, потом чуть-чуть более умную, чуть-чуть более умную. И в экспоненте мы получаем уже реальный artificial intelligence. Он в теории может дойти до нашего уровня и в теории может пойти еще дальше. Окей. Это очень старая фотография, которая до нас дошла. Кто знает, кто этот мужик? Ну, поднимите руку. Окей. Это очень распиаренная величность. Это Чарльз Дарвин. Он, по сути, заложил основу для теории эволюции, про которую, я думаю, точно все слушали. И сейчас расскажу буквально о базовых понятиях, на которых все это зыждется. Во-первых, это организм. Вы можете проводить всегда параллели с биологической эволюцией. То, что происходит на улице. Природа, мы, это все часть биологической эволюции. И вот мы будем рассматривать организмы. Организмы в случае биологии, это там жуки, мы, дельфины, бобры, кто угодно. А в случае с компьютером, это будут компьютерные программы. Мы будем развивать компьютерную программу, которая в теории нам даст искусственный интеллект на выходе. Мутации. Мутации в природе – это изменение ДНК и изменение нас. Например, цвет глаз, форма тела и так далее. В случае компьютерных моделей – это изменение компьютерного кода. Отбор. Отбор – это такая сила, которая, по сути, убивает менее приспособленных и не трогает более приспособленных. Все очень просто. В случае компьютерных программ она то же самое делает. Она просто убивает организмы, которые менее приспособлены к какому-то инвайронту компьютерному и не трогает тех, которые более приспособлены. Окей. Хередити – это наследственность. То есть, когда вы можете, если вы организм, вы рожаете ребенка, и он очень похож на вас. Точно так же, как у людей. Когда рождается ребенок, он похож на 50% на маму, 50% на папу. Только что от кого тут уже такое? Ну, в среднем 50%, понятно, это не точно. Окей. Эти три принципа – это основные эволюционные принципы, на которых заживается теория Дарвина. Конечно, там больше нюансов, но тем не менее мы пока на этом остановимся. Окей. Ген. Ген – это элементарная частичка, которая кодирует наш ДНК, которая кодирует белок. И на самом деле, если мы меняем гены, то мы меняем нас. В случае компьютерных программ мы меняем… Как бы ген – это элементарная часть. Например, переменная, функция, цикл и так далее. Все, что есть в языке, который мы используем. Мы сейчас об этом еще поговорим. И кроссовер – это возможность скрещивания двух и более организмов для получения потомства. Например, когда хромосомы сходятся и перемешиваются ДНК-материал, мы получаем нового ребенка, если говорить о человеке. Такой же принцип для компьютерных программ. Мы смешиваем компьютерные программы. Окей. И предпоследняя фитнес-функция – это некий механизм, который дает нам возможность сказать, вот у нас миллион организмов, давайте выстроим их по адаптируемости, не адаптируемости, а приспособленности. Вот этот менее, вот этот чуть больше, вот этот чуть больше, вот это то, что делает эта функция. И популяция, понятно, это просто множество организмов. Окей. Еще буквально немножко теоретической части. Генетический алгоритм. Что такое? Генетический алгоритм – это алгоритм поиска, алгоритм поиска решения. Представьте, что у нас есть какая-то задача, в нашем случае это получение artificial intelligence, и у нас есть просто огромное количество вариантов решения этой задачи. И вот этот алгоритм, он по сути ищет, ага, вот этот вариант чуть-чуть лучше, окей, мы остановимся на нем, а вот еще лучше, окей, перейдем на этот и так далее. И вот этот вот поиск – это то, что происходит в природе. Это то, как организмы адаптируются под environment, в котором они живут. Вот, например, слева вы видите оригинальную картинку Чарльза Дарвина. Ну, то есть то, как она была изначально. Это просто там jpeg-файл. А справа, если присмотреться, это та же картинка, которую рисуют с помощью генетического алгоритма. И все, что они могут делать, это рисовать кружочек определенного диаметра, определенного цвета с определенной позицией. И программа не знает, что она рисует. Но каждый раз, когда она случайным образом ставит сюда кружочек определенного радиуса с определенным цветом, фитнес-функция ей говорит, вот это чуть-чуть больше похоже на Дарвина, оставляя этот кружочек. Если нет, до свидания. И таким образом инкрементарно мы получаем такого все более и более красивого Дарвина. Вот это один из примеров, как работает генетический алгоритм. Окей, если говорить более техническим языком, то есть некий алгоритм, который можно запрограммировать. Буквально два слова про это. То есть представьте, что мы решаем какую-то задачу. Например, получение искусственного интеллекта или рисование той же картинки Дарвина. На самом деле очень много задач можно решать с помощью этой штуки. И вначале мы генерируем большое количество решений. Решения в данном случае называются организмами. То есть мы их нагерели тысячу, например. Потом мы подсчитываем, выставляем их в ряд. С помощью фитнес-функции смотрим. Ага, вот это минимально адаптированное, вот это чуть больше, чуть больше. Ранжируем их таким образом. И дальше запускаем цикл, который смотрит, выполнены наши условия, достигли мы результата. Если нет, заходим внутрь. И дальше происходит простая вещь. Мы отбираем те организмы, которые более адаптированы. Это вероятностная функция. Например, два, маму и папу. Скрещиваем их, рекомбинируем их, генетический материал, мутируем и снова подсчитываем. Вот эта новая популяция, которая содержит как старых, так и новых, которых мы только что родили. Мы смотрим все из них, как они адаптированы. Вот если есть плохо адаптированные, мы их убиваем и этот процесс зацикливаем. То есть вот это очень простая идея, которую мы можем использовать для эволюции компьютерных программ. Здесь сейчас будет видео. Я очень надеюсь, оно включится. Буквально подождите, не включайте. Две секунды я расскажу. Представьте, что мы делаем мотоцикл. И мотоцикл мы можем делать в двухмерной плоскости. Сейчас вы видите, здесь будет такая дорога, по которой эти мотоциклы будут ездить. Но компьютер не знает, как сделать мотоцикл. Он не знает, какая идеальная форма мотоцикла, где должны располагаться колеса и так далее. Мы строим этот мотоцикл с помощью кругов и треугольников. Все, что мы можем делать, мы можем соединять круги и треугольники. Это все, что он знает. И он пробует создавать всякие… Пожалуй, можно включать уже видео. Он создает разные формы, так называемую популяцию вот этих мотоциклов. И смотрит, что получится. Если какой-то из них проедет дальше, то мы отбираем этот мотоцикл и считаем его лучшим. Да-да-да-да-да-да. Yes. Не-не-не, назад. Это не то видео, это следующий слайд. Вот это, да. Да-да-да. Спасибо. Вперед. Итак, смотрим. Сейчас создастся первое… Еще раз. Там что-то он пишет, по-моему. Окей. Тогда буквально в двух словах пока видео загружается. То есть создастся случайная популяция разных форм. То есть это будут какие-то просто треугольники, треугольники с кругами, треугольники с некрутящимися кругами и так далее. Они просто упадут и будут лежать. Окей. Чуть-чуть дальше. Да, вот это видео. Вот. И по сути фитнес-функция для нас – это расстояние, которое мотоцикл проезжает от начала до той точки, до сколько он сможет проехать. И вот такие вот лучшие мотоциклы, они отбираются. Все, мы приехали, я думаю, с видео. Это очень плохо. На телефоне могу показать. Есть. Я думаю, что вы ничего не увидите. Как вариант, у меня есть на компьютере. Я могу просто поднять, если совсем ничего не получится. Что-что? Сейчас запустится? Окей. Две минуты. Ох, не знаю же, танцевать можно. Можно вопросы пока задать. Есть вопросы на текущий момент? Вперед. Честно, ничего не слышу. Пытались ли вы использовать фитнес-функцию к самой операции Select? Пытался ли использовать фитнес-функцию так самую к операции Select? К операции Select? Кто кого будет выбирать? Смотрите, есть стандартные алгоритмы, которые используются для выбора организмов, которые дают потомство. По сути, как происходит выбор? Они все ранжированы. То есть мы знаем, что там есть такие топовые, лучшие организмы, они максимально адаптированы. Ну, например, если взять реальную природу, то на самом деле 99, наверное, 9% всех животных, они вымерли. И это те, причем там были люди, там были наши потомки, которые не дожили до сегодняшних дней. Мы это просто одна из веток. И все эти огромное количество живых существ, они в той или иной мере не смогли адаптироваться к тому окружению, в котором они жили. Ну, например, пришли ледники, да, часть животных умерла. Или там поменялась погода, часть животных умерла. Или там насекомых и так далее. Как выбор происходит? Мы берем, на самом деле это называется колесо фортуны. И если мы возьмем все организмы и выставим некое число, так называемая адаптация, и вот этих чисел будет много, мы нанесем эти числа на такое колесо в процентном соотношении, а потом крутанем его, и вот там, где мы остановимся, это первый организм, которого мы выберем. Дело в том, что если число у тебя больше, у тебя больше и процент. Вероятность того, что на тебе остановится, выше. Потом мы крутанем его второй раз, выберем второй организм. Таким образом мы получим папу и маму. И после этого мы можем получить, ну, если мы их скрестим, используем кроссовер, то мы получим наследника. Вот так происходит выбор. То есть фитнес-функция, она просто выставляет, по сути, оценку. Вот на вход ей приходит организм, а на выход она дает оценку. Вот сколько он адаптирован. И, ну, хотелось бы видео, конечно, увидеть. Там его очень много, и они как раз хорошо показывают, как это работает. Есть еще вопросы? Пока без проблем. Насчет адаптации, собственно, людей. Ну, изначально люди были заложены довольно-таки неплохо. У нас был механизм природный отбор, и мы отлично развивались. Но потом появилась медицина, появились многие вещи, и сейчас человечество очень сильно страдает от перенаселения. И эта проблема будет только усугубляться, и, по сути, мы стали страдать, скажем так, ожирением, накапливать все лишние и лишние слои. Мне очень понравилась теория, может быть, кто-то слышал книга «Инферно». Сейчас, кстати, фильм выходит, в которой в итоге безумный профессор нашел гениальное решение – это заразить человечество вирусом, которое будет… Вопрос в том, подождите сейчас, там суть в том, что две трети населения потеряют продуктивное здоровье, и таким образом человечество вылечится от своей болезни. Тут самое главное в том, чтобы выбрать правильную треть, которая будет оставлять потомство. То есть как раз использовать ваш алгоритм и сделать человечество лучше. Что вы думаете по этому вопросу? Все-таки это глобальная проблема. Мне, конечно, приятно, что мы уже выбрали именно этот алгоритм, мой, он не мой. Да, есть проблема, быстро отвечу на вопрос. Есть проблема того, что, во-первых, нас много, это факт, и, во-вторых, медицина реально покрывает все проблемы. То есть раньше эти все люди бы умерли. Грипп умер, воспаление легких умер, перелом ноги умер. И таким образом природа вычищала генотип, то есть оставались действительно самые адаптированные. И в Африке этот процесс намного лучше сейчас, потому что они мрут больше. Это не очень гуманно, но так оно происходит. И что делать по этому поводу? Единственный выход, который я вижу, это модификации генома искусственно. То есть с помощью медицины, с помощью науки и так далее, чтобы у нас вызывать те мутации, которые дают нам хорошие позитивные адаптации. Вот и все. Потому что убивать людей мы точно не будем. Окей, идем дальше. Говорят, что видео включат в конце. О, yes, yes, yes. Смотрите, вот первая генерация. Случайным образом получился мотоцикл, у которого одно колесо крутится, заднее на самом деле, переднее не крутится. И он уехал далеко. На его основе создается вторая популяция. Посмотрите, перемычка уже красная, она уже короче, и она не цепляет за эти углы, которые он может проехать. Если он перевернется, на самом деле все остановится. Вот этот проехал еще дальше. Следующее поколение. Вы видите, оно все поднимается и поднимается. Но все равно заднее колесо только крутится, переднее не крутится. Вот это финал, пятое поколение. Обратите внимание, выигрывает организм, который, во-первых, симметричный, во-вторых, у него два колеса крутятся, и, в-третьих, перемычка ни вверх, ни вниз не опускается. Хоп, имеем победителя. Что здесь важно? Мы начинали с полной случайности, с хаоса. Конечно, это ускоренное видео, и я показываю вам промежуточные результаты, но фишка в том, что мы получили два колеса примерно одного диаметра, они оба крутятся, и мы получили перемычку, которая относительно симметрична. То есть, если вся эта конструкция перевернется, он все равно сможет ехать. И таким образом, вот этим вот итеративным отбором мы отбираем лучшее решение и откидываем худшее. Это был пример с, пожалуйста, демо. Пожалуйста, видео, если сможете включить. Буквально два слова. Ну, окей, там будет звук. Я думаю, вы постараемся услышать. То есть, это животные, виртуальные животные, которые эволюционируют в воде. То есть, с помощью этого же алгоритма они учатся двигаться, передвигаться в воде от точки А, точки Б. И вы видите, что их движение очень похоже на то, что природа получила. Причем, это все делалось в компьютере, там не задавались какие-то правила, физика мира и так далее. То есть, можно заметить, что очень похоже на то, как змеи, например, двигаются. Это передвижение по поверхности. То есть, это то, как мы ходим. Им нужно было двигаться от точки А к точке Б, в данном случае по кругу. Вот здесь некая форма Галлопа, или... Да, это другая форма, окей. Это движение по кругу. Да, это движение по кругу. Это интересная штука. Она вылезла с воды, потому что она умела плавать, и ее поместили на сушу. И она эволюционировала, чтобы двигаться на суши. То есть, похожий процесс был в природе, на самом деле, много миллионов лет назад. Это способ передвижения. Вот эти махания руками связаны... О, кстати, Галлоп. Отлично. Очень похоже на то, как бегают там кони, только три ноги. Это прыжок. Это мы находимся под водой и должны достичь определенной точки. Это пользователь выставляет точку, и вот какие механизмы эволюционировали. Это вообще что-то непонятное. Голос за кадром говорит, что я тоже не очень понимаю, что это, и как оно эволюционировало. Но оно двигается, оно достигает результата. Здесь интересно, что эволюционировал некий пропеллер. То есть, вы видите, что, по сути, мы имеем пропеллер. Что человек создал искусственно. Ну, пожалуйста, там еще было чуть. Окей, ладно. Я буквально в двух словах расскажу, что это было. Этот исследователь, его зовут Карл Симс, он в 96-м, по-моему, году. Это ученый, поэт и так далее. Он, в частности, разработал вот эту программу, и он использовал суперкомпьютер того времени для получения вот этих вот сложных форм движения, плавания, все, что вы видели в этом видео. На самом деле там больше, там еще захват кубов был, когда несколько соперников борются друг против друга и так далее. Но суть в том, что везде использовался генетический алгоритм. И, как вы видите, то, что мы получили, очень похоже на то, что мы имеем в природе. И это очень важно, потому что машина наперед не знает, что она делает. Она просто делает последовательно вот этот простой алгоритм, который я показывал, тот цикл. И на выходе мы получаем такие интересные вещи. Вот, чтобы не говорить какими-то красивыми картинками, давайте рассмотрим реальные примеры. То есть это реальные продукты, которые используются людьми. В частности, вот слева это антенна. Вы можете зайти на Википедию и ввести genetic algorithm, и вы увидите эту антенну. Что это за антенна? В 2006 году NASA спроектировала эту антенну с помощью программы, которая использовала генетический алгоритм, эмулировала поведение, то есть передачу сигнала этой антенны в космосе. Из-за того, что в космосе нет воздуха, там есть радиация и совсем другие условия, то антенна не может быть похожа на ту, которую мы используем, например, для телевизионного сигнала или радио и так далее. И вот эта странная форма, это как раз результат того, что пытались побороть проблему радиации в космосе. И они ее побороли, и компьютерная программа выдала вот такую форму, ее создали на заводе и ее запустили в космос. То есть она реально работающая. Справа вы видите, это форма, все виды телескопов, фотоаппаратов, везде, где есть линзы, где есть последовательность линз. Дело в том, что есть проблема между тем, как построить такую систему, как на выходе иметь хорошую картинку, недорогой материал, какую выбрать курватуру этих линз, сколько этих линз поставить, их размер и так далее. Существует большое количество панаметров, которое на выходе вам дает какие-то плюсы, которые я перечислил. И существовали целые конференции, где инженеры предлагали свои варианты расположения этих линз, материал, из которого он сделает, курватуру и так далее. И вот точно так же это можно эмулировать с помощью… Сколько? Пять минут. Окей, идем дальше. Окей, пару слов о моих экспериментах в этой области. В общем, я написал программу. Это open-source проект, который на GitHub выложен. И по сути суть в том, что вы имеете виртуальный мир внутри компьютера, в памяти компьютера, где живут компьютерные программы. Они эволюционируют, они борются друг с другом, они там друг друга едят, они охотятся и так далее, и так далее, и так далее. И в этом вся суть. По сути эти программы могут прийти к очень сложному поведению, к уровню насекомых, к уровню крыс. Но это уже очень круто на самом деле. Но на самом деле я сейчас покажу, что я имею в виду. В двух словах, как это выглядит. Есть кусок памяти размером x на y. У нее есть высота, у нее есть ширина. И каждая точка в такой памяти, она что-то значит. На текущий момент я выбрал всего три состояния. Это пусто, ничего нет. Точка – это какой-то организм. На самом деле это компьютерная программа. Вот там видно, какая она. И это может быть еда. Это просто как трава или энергетический блок, который можно есть. Что можно делать с этим кодом? Что можно делать с одним организмом? Есть некий виртуальный процессор, который запускает код всех этих организмов, создает псевдопараллельный запуск. И этот виртуальный процессор, по сути, как процессор на компьютере. Он запускает инструкции, все потоки, которые мы запускаем. Это что-то похожее, только это находится внутри программы. Дальше. То есть организмы могут мутировать. Это означает, что их код программы, он меняется каким-то образом. Дополняется, дописывается в реальном времени, удаляются какие-то строки. Мы можем клонировать себя и получать своих потомков. Точно так же, как это делает природа. Мы можем… То есть эти организмы содержат энергию. Это основной показатель, по которому мы определяем. Вот этот организм самый молодец. Он смог там обдурить всех, покусать всех, съесть всех, найти всю эту энергию. Он, значит, самый крутой. Это то, что возвращает нам фитнес-функции. У них есть позиции. Это, по сути, x и y на этой территории. И у них есть внутренняя память, которую они могут использовать. Они могут записывать туда данные, считывать оттуда данные и так далее. На самом деле я выбрал очень простой набор параметров. Их мало. И буквально в двух словах, что содержит код. Код формируется из нескольких частей. Там есть переменные, там есть функции, там есть математические операции, там есть циклы, там есть возможность посмотреть в точку. Ты можешь сделать шаг вверх, право, вниз, влево. И ты можешь откусить кусочек сверху, снизу, справа или слева. Вот все, что могут на текущий момент вот такие организмы, которые живут там в памяти. Окей, вся эта штука – это один менеджер. Менеджер – это физический процесс в операционной системе, который менеджит всю эту систему. То есть они там бегают, прыгают, что-то там делают и так далее. И это все происходит в реальном времени. К такому менеджеру вы можете подключиться через интернет с помощью терминала. И вы как оператор можете отправить какую-то команду и посмотреть, что там происходит. Мы сейчас увидим, что там происходит на самом деле. Вы можете посмотреть на визуализатор. Визуализатор – это, по сути, это такое видео окошко, в котором он показывает, что они делают, как они там двигаются, что они как организовываются в какие-то группы и так далее. И также я собираю статистику. Я постараюсь успеть вам показать те графики, которые я получил в течение семидневного запуска системы. Дальше я планирую сделать кластер. Кластер – это будет большое количество таких процессов на разных машинах, соединенных через интернет, которые будут совокупно вычислять такую большую карту, где все это живет. Окей. Пару слов о языке, на котором это было написано. Кто знает, что такое Джулия? Yes, yes. Один yes человек. Окей. Это язык программирования. В 2012 году примерно его начали писать парни из MIT. Это было трое докторантов из MIT. Они сейчас организовали отдельную компанию, которая занимается развитием этого языка. Я не буду сейчас останавливаться. В нем просто есть основные вещи, которые нужны для такого проекта. Зеленые среды – это возможность создавать виртуальные потоки, чем, собственно, мы здесь и занимаемся. Каждая программа живет в отдельном виртуальном потоке. Есть часть языка – это нетворкинг. То есть мы можем работать с сетью очень удобно. И с помощью этой штуки я, в частности, писал очень оптимизированный протокол. Мета-программинг – это возможность менять код программы, не останавливая программу. Вы можете дописывать себя же, запускать в реальном времени, перекомпилировать и продолжать работу. Performance – это очень важная штука, потому что это очень затратная затея. Вообще получать такие результаты. Поэтому performance этого языка, он близок к языку C. Если вы зайдете на официальный сайт julio.lang.org, то вы увидите, там есть такой график сравнения с языками. И там он, по сути, уделывает всех. Ну, C он не уделывает, конечно, но Java, JavaScript, Python, все, что есть. Вот, привет потоку с Python. LLVM – это возможность использовать на разных платформах. На самом деле я пробовал Windows, Ubuntu и MacOS, и все это прекрасно работает. Окей, в двух словах. Это скриншот реально работающей системы. Вот тут есть эта штука, но я думаю, вы не видите. В правом углу вы видите визуализатор. Вот каждое это окно – это терминал, удаленный процесс, который подключается к серверу. Сервер здесь вот здесь сверху слева. Видите, там какой-то лох, неважно, что там написано, вы можете не читать. Там написано, что там клиент подсоединился, клиент засоединился, бэкап сделан и так далее. Слева внизу вот это большое окно. Это терминал, когда оператор может ввести какие-то команды. На самом деле здесь две команды. Первой командой мы получили количество организмов, которое там есть, 457. И второй командой мы сказали, а ну дай нам три самых лучших. Вот их код вот здесь вот вывелся. То есть это я пробовал на локал хосте у себя дома. Вот так оно выглядит. Теперь видео. Пожалуйста, если можно, включите видео. Это пример визуализатора, который покажет вам, как это все работает. Там будет увеличение, поэтому не беспокойтесь. Здесь видно, в частности, что вот в этой области, в этой области, в этой области, вот там, вот здесь, вот здесь, что-то происходит. То есть они двигаются, они там едят и так далее. Сейчас мы увидим, здесь будет увеличение. Я конкретно расскажу, что происходит. Окей, в правом верхнем углу вы видите, что на самом деле происходит. То есть там активная работа. Что они там делают, непонятно. Это надо исследовать код. Но вы видите, что они научились двигаться. Они научились обмениваться какой-то минимальной информацией друг с другом. Вот. Вот. Например, это пример того, как происходит питание. То есть вот они бегают, бегают. И один организм, хоп, и съедает энергетический блок. Хоп, съел, побежал дальше. Сейчас будет еще пример. То есть вам нужно понимать, что я не учил их, как это делать. Они сами себя написали таким образом, что они знают, куда бежать, как кусать, что вообще делать. То есть там повернуть направо или повернуть налево и так далее. Здесь будет еще один пример. Хоп, укусил, убежал. Вот. Таким образом, здесь нужно понимать, что зеленые точки в данном случае, Дело в том, что там есть бах, потому организмы тоже зеленые. Они на самом деле у меня красные, синие. Каждый раз, когда рождается новый потомок, цвет немножко меняется. Если можно, пожалуйста, следующее видео здесь включите. О, супер, супер, супер. Здесь будет второй пример реально работающей системы. Это ускоренная версия. Вы видите, что группа организмов, вот здесь вот такой табун просто бежит, и их несколько, и они поедают все на своем пути. Что здесь интересно? Здесь развилась кооперация. То есть они, похоже, вот слева вы видите такая группа организмов, которые родственники между собой на самом деле. Они, похоже, двигаются. Они умеют находить вот эту всю еду, которая по ходу им встречается. Причем, что интерес в том, что первые не все съедают. Они оставляют частично последним. Последние доедают за ними. И все в ажуре, все кушают. Вы видите, вторую популяцию чуть-чуть справа, она менее численная. Это тоже их дальние родственники, но чуть-чуть с другим алгоритмом. Причем интересно, что двигаются они по диагонали. Они поняли, что двигаясь по диагонали, они пройдут больший путь, соответственно, больше съедят. Это результат работы примерно трех дней работы алгоритма. На самом деле максимум я запускал на 7 дней. Ну там плюс-минус. В двух словах как… Здесь есть программист? На самом деле немного поднял руки, вы не смеетесь. Окей, в двух словах как развивался код. Начиналось все с пустого кода, ничего не было. То есть это просто пустая функция, они стояли на месте и умирали пачками. Да, вот такой я беспощадный. Вот. Дальше первая мутация, которая появилась, вы видите, что появился step left и eat left. То есть он двигался влево и откусывал. Это был самый крутой алгоритм на тот момент, потому что он дал им возможность питаться. У кого больше энергии, когда ты питаешься, ты рожаешь больше детей, ты вытесняешь слабаков. Следующее, что появилось, это чуть-чуть усложнился этот алгоритм. Вы видите, что они между собой родственники. Вот вы можете посмотреть, есть переменная var26, которая равна 89, она здесь же есть. То есть это на самом деле вот этот, дальний родственник этого. Я делал срез примерно по 3000 итераций и вложил сюда. Окей, я уже очень спешу, очень спешу. Вот здесь снизу выделено то, как производилось откусывание. Оно производилось в два раза больше. И вот оператор плюс здесь, он означает, что мы в два раза увеличили, сколько укусить. Таким образом потребление энергии увеличилось. Дальше все еще более усложнилось. То есть первое, вот так мы двигались. Здесь, причем мы двигались вправо в два раза быстрее, потому что мы дошли до крайней левой точки и мы уже уперлись в стену. Вот эти операторы, они поняли, что можно кушать не только спереди, а сверху, снизу, справа и слева и со всех сторон вообще. Таким образом они стали питаться еще больше. Следующий вариант, это они поняли, что можно двигаться по диагонали. Это в данном случае, это влево и вниз. То есть, когда ты двигаешься по диагонали, ты пройдешь большее расстояние, соответственно, с большей вероятностью встретишь какую-то еду. Здесь уже впервые появились циклы, хотя он в данном случае совершенно бессмысленный. Это движение туда-назад. Вот, это то, как они едят. Не бойтесь этого примера, вам не нужно понимать, что здесь происходит. Но фишка в том, что это первый код, где стали использоваться функции. Справа вы видите траекторию движения такого организма. Он уже двигается очень сложно. И начальная точка зеленая, а крайняя – это красная. И если зациклить этот процесс, то он будет двигаться такими кругами в правую нижнюю сторону. Таким образом он будет прочесывать большую территорию. Идем дальше. Впервые вызывается функция, потому что чем больше размер кода, тем больше потребление энергии. И они должны оптимизировать свой код. Таким образом, использование функций – это эволюционное преимущество. И здесь интересно, есть ошибочка в последней строке, потому что 66-я переменная неопределена. Но она не особо на что-то влияет, потому что это последняя строка, основной код все равно выполняется. В нашем ДНК тоже есть ошибки. Окей, идем дальше. Это следующая версия, это последний слайд. На самом деле программы достигли примерно 370 строк, и они просто не вмещаются в слайд, поэтому я не покажу их здесь. Окей, часть кода – это движение. Примерно половина, как вы видите. Часть кода – это еда. Часть кода – это вызов функций. Причем, обратите внимание, функций уже очень много. Справа два ряда – это две функции, которые эволюционировали. Они вызываются много раз в основном коде программы. И вот здесь я привел пример того, что мы получаем на выходе. Слева – это функция 80, справа – функция 63. Это то, как они двигаются. И вот когда мы вызываем в основном теле много раз эти функции, мы получаем вот такое сложное движение. Интересно здесь то, что начинаем мы с зеленой, поднимаемся максимально вверх и опускаемся максимально вниз. И таким образом вся эта система двигается вот так вот вниз. И она просто проедает такой огромный коридор. Это более эволюционно выгодный алгоритм. И он дает значительное преимущество тем, кто его использует. Окей, подведем итог. Как мы двигались? Просто шаг влево, два шага вправо, потом диагональ, потом сложные движения, потом очень сложные движения. И на самом деле этим дело не закончилось. Потом появились условные операторы, потом появилось примитивное зрение и так далее. Пару слов про графики. На самом деле графиков очень много. Если здесь есть UI-щики, поймите, гигабайт джейсона. Гигабайт джейсона. Да, кто-то понял. Окей. Здесь два графика. Вы видите, как они двигались и как они… Здесь миллион… Вот снизу по x – это возраст популяции. По y – это количественная характеристика. То есть, по сути, это сколько вызывался оператор «сделай шаг» и сколько вызывался оператор «съешь». Синий – это движение, красный – это еда. И, по сути, вы видите здесь, что движение означает еда. То есть, чем больше мы двигаемся, тем больше мы едим. И со временем, по сути, эти два графика растут. Там есть среднее значение. Вы видите две таких кривых – синее и красное. Дальше я не вижу, что здесь, е-мое. Окей, давайте мы их пропустим, потому что у нас совершенно нет времени. Но в двух словах – это различные операторы, которые используются в коде. То есть, там, циклы, функции, переменные и так далее. Все они растут. Это очень важно. Last judgment – это судный день. Они все умерли в тот день. Я расскажу потом, почему это произошло. Но неважно. Здесь использование энергии и внутренней памяти – проблемы. Спокойно, спокойно. Давайте я тоже пропущу эти слайды, потому что у нас реально нет времени. Проблем много. Проблем много. И они связаны с перформансом, скоростью нетворкинга, с самим языком, который я использовал. И самое важное – это то, что получение artificial intelligence – это очень долгий и затратный процесс. И нужно большие мощности, чтобы его достичь. Хотя, в принципе, нас ничего не ограничивает. Это мы тоже пропустим проблемы языка. Планы. Планы. Распределенная система. Окей, это пропускаем кроссовер. Увеличить комплексити кода, который используется. Увеличить сложность мира, чтобы там были ямы, горы, какие-то взаимодействующие элементы, день, ночь, море и так далее. Это все можно добавлять. Social behavior – это возможность общаться между друг другом. Возможность передавать сигналы. Возможно, там, я не знаю, делать церковь свою. World interaction – понятно. Это взаимодействие с миром. Все, кому интересно, сфотайте этот слайд, и так вы сможете со мной связаться. Вы можете присоединиться к этому проекту. Это интересная штука, и я открыт для новых людей, так скажем. И я думаю, это очень интересно получить что-то значащее. Окей. Я подожду. Буквально questions. У нас будет второй микрофон или мне дать? Окей. Сейчас я возьму микрофон. У нас, правда, дуже-дуже мало часа. Я понимаю. Але я не могу после такой презентации не дать возможность задать питание. Так. Кто поднимал руку? Окей. Так. Времени мало, поэтому давай только девушки. Что было в судный день? Еще раз. Еще раз. Что было в судный день? Вы так и не рассказали. Судный день. Дело в том, что я заставлял их увеличивать сложность. В реальной природе нет явного… То есть почему есть человек, все думают, ага, если вот мы эволюционно пришли к человеку, значит, основная цель эволюции – это получать более сложных организмов. Это не так совершенно. Я вам сказал, что 99,9% умерли. Вот. И там были все формы. И некоторые животные лучше нас адаптированы. В некотором смысле они умнее нас. Но в природе это очень долгий процесс. И там есть все формы жизни. И одна из форм – это мы. Мы только одна из форм. И все. Ни больше, ни меньше. В данном случае я заставлял организмы усложняться. То есть там есть вероятностные функции, которыми ты говоришь, вноси чуть-чуть больше изменений в код, чем ты их удаляешь. И я могу на это влиять. И дело в том, что есть, по сути, предел между тем, сколько у тебя этих решений, сколько организмов, и насколько сильно ты увеличиваешь. То есть код растет настолько, что потребление энергии увеличивается. И, по сути, я дошел до предела, когда они просто не успевали эволюционировать. И, по сути, вся популяция пошла в регресс. То есть это бы решалось, а, более медленным процессом эволюции, б, увеличением количества организмов, ну и, соответственно, увеличением количества мощностей, увеличением количества процессоров и так далее. То есть это все решабельно. Просто где-то должен быть конец. Я бы вам должен был что-то показать.